Сейчас, секунду, мы продолжаем наше занятие по разбору статьи Рава Шеркия Хагейти Шрей. Предыдущие занятия, пожалуйста, есть специальный плейлист, он упоминается, будет здесь в описании записи. Вы можете посмотреть все предыдущие занятия, а мы пока что начинаем дальше. Сейчас я возьму указку. Окей, ну хорошо, ты тут у меня первый, можешь начинать? А, да, проверили последний абзац вот этого параграфа, физет. А, это вы проходили, я тогда на другой пиасе перешел, а вы вроде читали это, нет? Нет, нет, мы остановились вот на этом параграфе, литвизе. Ну, давай, я тогда сходу, потому что я сейчас уже не читал. Литвизе, гам, мован, седр, кагим, башана, хага, решон, лу, хаг, песок, выхага, ахарон, мидарайта, лу, симхатура. Замечательно. Понятно. Значит, согласно, там, видимо, сказано то, что раньше. Правильно. Я думаю, совершенно понятен порядок праздников в году. Значит, первый праздник – это песок, и последний – это симхат-тара, согласно Торе. Правильно. Ну, я думаю, что она выражает общую тенденцию всех праздников. А, вот, тенденция, точно, мегамайд-тенденция. Да. Тенденция, да, тенденция всех праздников. А вот дальше, честно, логически не очень. И поэтому, и поэтому. И поэтому, я понимаю, да, и поэтому это вот праздник самый святой в еврейском календаре. Только объяснил логикость, ты понимаешь, я его логику не понял. Ну, почему поэтому-то я не понял. Его логика, я, честно говоря, не понял. Ну, не знаю, я не могу с вами сказать. Конечно. Ну, как бы, симхат-тара – праздник, который лицетворяет занятия евреями с самым главным занятием, а именно Торе. То есть, окончается цикл и начинается цикл. В этом отношении, поскольку это связано с главным занятием. И это связано с выражением Торы. Ну, и вообще, как бы, симхат-тура – это апогей. По-видимому, этот апогей, он выражает тенденцию всех остальных праздников. Ну, понимаешь, когда тебе говорят «кадош-бой-тер» – это не «росшана», а не «емки-пур», то это как бы напрягает, если честно. Если ты пляшешь с Торой, и это, вот, значит, самый святой туральник, ну, как-то пока не убедительно. Ну, подожди, ну, ты берешь, как бы, внешний атрибутик, кто пляшет, кто не пляшет, но, как бы, идея заключается в том, что это ликование по поводу самого главного процесса. Слово «Тора». Насколько я понимаю, все остальные праздники – это некоторая заповедь, которая, как бы, конкретная. В «Росшана» трубит шафары, в «Песах» есть мацу, марор и так далее. То есть какие-то конкретные вещи, которые выражают, ну, я думаю, что я… это то, что имеет в виду «Равшин». Некоторые общие смыслы и апогеи еврейского занятия, еврейского предназначения, а именно предназначения тоже. Ну, давай будем дольше читать. Ну, да, дальше, да. «Бхагаришон» – «Песах» и «Лэхан». Значит, в первом празднике «Песах» мы не едим хлеб. «Бхагашини бэшвот энэ лэхэм аваль…» «Еш лэхэм, еш лэхэм». «Еш лэхэм, авальло ишаним, ешним коль ла». «Ишним» как правильно читает? «Ешаним»? Да. «Ешаним», да? Да. «Ешаним коль ла». Значит, ну, а, значит, второй праздник «Шивот» – у нас есть хлеб, но мы не спим всю ночь. Ну, то есть выбирает он, «Раф» выбирает какие-то определенные элементы символики. Понимаешь, «Шивот» много еще есть, но он выбирает элементы для того, чтобы их связать и сделать какую-то цепочку. Ну, давай дальше. «Еш лэхэм, еш нимы, балайла, аваль хоридим». Ага, «Харадим», «Харадим». Хоридим, нет, правильно, «Хоридим». «Хоридим» – это это, да? Да-да-да. «Хоридим коль айон». Да. Я не знал, что это «Хоридим». Я думал, «Хоридим» – это боящийся, получается, трепещущийся. Значит, она просто «Ана», у нас все есть, и хлеб, и спим, но мы как бы трепещем, да, весь день? Вообще, весь день, конечно, выбрал как бы два параметра, по которым он может проходить по ним, связать все праздники. Ну, да. «Балай кипурим», «Клаль лохлим», «Вэум дим», «Альгараглаем», «Коль йом». А, ну, все, значит, тогда. А «балай кипура» нас там вообще не едим. И все, стоим весь день на ногах. «Балай аз» – это хлеб и времяпровождение дальше. «Балай аз» – да. и тогда когда приходит время суккота можно в конце концов и спать и есть хлеб у нас выкидывают как бы в кавычку из дома вот как читать мюхаль 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 я нашел что желанный долгожданный да и только в конце приходит желанный день для долгожданный день семка бора праздник во котором разрешено и спать и хлеб кушать и еще и дома находиться я сонахну коль как смехим шану рогдим коль гаем и тогда мы так радуемся немножко с юмором, но я думаю, что это да немножко с юмором, но тем не менее все с юмором, да но выстроена некоторая цепочка вот слово, про которое ты сказал я думаю, что это должно происходить то есть это пожелание чтобы вещи происходили события так, как ты хочешь например, как ты человеку говоришь я тебе желаю, не знаю здоровья они как, они, не помню юхаль, нет они мэй ахэль я тебе желаю крепкого здоровья но вот этого слова мэй ахэль соответственно от него как бы пуаль это мэй юхаль то есть долгожданный пасив, да, окей идем дальше, Аслан, можем дальше давайте я, наверное, этот раз просто послушаю да, почему нет, но если есть если есть какие-то важные причины то, пожалуйста, если нет то как бы мы можем я помогу, мы поможем какие-то проблемы ну ладно, давайте попробуем ну конечно вот начинается новый парад бхага суккот беур маор, да? не, бхага суккот 25-й страниц праздник, праздник суккот правильно бе хага суккот еш шмоне ямим но только Песах но только Песах бе хага Песах еш шмона ямим ну да, теперь будет разборка по параметру длительности, да в празднике Песаха есть 8 дней правильно шива ямим миха йом да хадишон да шель Песах от шевеи шель Песах да 7 дней от дня первого ну правильно до седьмого до седьмого дня до седьмого дня первый день седьмого а сейчас есть некоторая эквилибристика и вот что говорится дальше векаха шавуот шиху хаем ашмени во как да а праздник шавуота который есть днем который есть восьмой то есть 7 дней насчитали а шавуот сейчас присоединили к Песаху как бы идя по этой логике и он получается восьмым днем если читать а с первого дня Песаха ну почему сейчас будет сказано поэтому наверное потому что шавуот является заключительным эпизодом того что было начато в Песах наверное такая идея дальше у Бехак у Бехак у Бехак а Песах я Цану я Цану я Цану просто по я Цану я Цану лихерут правильно полетит замечательно у Бехак хашавуот меги 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 правильно меги лихерут херут да руханит руханит все замечательно да а в праздник Песа мы выходим лихерут ну на свободу херут свобода на политическую свободу что ли ну ну по-русски дословно так но как бы идея такая что мы получаем политическую свободу в смысле что в рабстве одно из то что здесь подчеркивает раб что раб это не только рабский труп но это отсутствие как бы политической свободы ты не можешь выбирать нет не можешь сдавать партию не можешь выбирать не можешь быть избранным это это как бы я так понимаю что это один из параметров как бы рабства здесь его подчеркивает раб дальше у Бехака шавуот а в праздник шавуота маги маги мы тоже как бы достигаем приходим получаем вот как бы такой смысл да достигаем свободы да свободы ну как бы духовный да там свобода политическая в Песах а здесь свобода духовная в смысле свобода выбора между не знаю чем-то иудаизмом евреи выбрали иудаизм значит выдают свободу рухани так по-моему по-моему такая идея но будем читать дальше стать более понятно им им хахра суккот ху гатка шельхак копирование атака шельхак хапеса да и с праздником суккота только если им это просто если сослагательный если если праздник суккот это гаакат копия 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 праздника Песаха ну да то есть идет опять такая игра их вилибристика между тем что берутся вот эти праздники и они как бы все время выстраиваются группами либо они сравниваются друг с другом и это как бы все время это на тему опять же Тишве и Ниссан это главная тема которая разбиралась до все время до этого момента дальше Лихвора как будто Лихвора Агамивна Агамивне Агамивне Хая Эмор Агамур Лихьот Зе Зе Правильно Замечательно И как будто бы Мивне это строение и это строение может быть построение концептуальное здесь же как бы концептуальное построение правильно а с другой стороны Мивне это совершенно физическое Мивне это здание просто по русскому по наиврите Мивне это здание а слово Ливно как бы строить да ну как бы поскольку идея это какая поскольку праздник Суккот является копией праздника Песох то по видему и строение его было а я амур льет должно было бы быть ну вот так по русски а я амур льет должно было бы быть Зе так же само Зе это идентичное должно быть Зеут это идентификация Туда Зеут это удостоверение личности а глагол Зе то есть должно быть одинаковым правильно дальше Зе это еще раз что идентификация вот Зе Зе да еще раз Зе я пропустил ты быстро сказал Зе это вот как ты сказал Лизагод идентично по русски нет глагол какой ты сказал не понял ты сказал это глагол Лизагод Лизагод да Лизагод определяет идентифицировать спасибо Зеуй плели это отделение полиции которое занимается криминалист окей Зеуй плели ну как бы определение преступника скажем так окей Шиват Ями читаешь Шиват Ями Шиват Ями Сукот замечательно Семь дней Сукота правильно Уле Ахэр Хамишим Ниом Хак Симхат Тора ну да то есть как бы логика такая не позднее пять дней праздника Симхата Тора не не подожди почему Шиват Ями Сука у нас есть семь праздников семь праздников семь дней праздника Сука Сукот точно так же как Песох но у Песоха на 50-й день есть Шивот правильно но поскольку мы сказали что Песох и Сукот они схожи то у них как бы имя их построение должно быть такое же поскольку у Песоха есть через 5-50 дней Шивота у Сукота это у Сукота и продолжение дальше Ула Хар Хамишим Йом как Симхат Тора А в последующие 5 дней это а через 50 дней Хамишим это 50 а через 50 дней а через 50 дней праздник Симхат Тора а по идее тогда у Сукота должен был свой праздник а то есть Симхат Тора должен быть через 50 дней как у Песоха Шивота через 50 дней значит соответственно Симхат Тора у Сукот должен быть 30 дней но это не так правильно потому что это на 8 день поэтому это не так непонятно так и говорится а вальло ках адавар правильно но это не так правильно вот именно так но это не так Опять, давар здесь служебное слово, но это не так. Дальше. Восьмой день Песоха. Правильно. Нитха. Ну, как бы был отодвинут, был передвинут. Было отодвинут на семь недель перед... Мипнеис в данном случае, это правильно, это может быть перед, но по-русски здесь смысл из-за. Из-за чего? Из-за нечистоты. Правильно, из-за египетской нечистоты. Которая была... Ахузабану, дословно, которая охватила нас. Ну, в общем, по-русски двойна, которая была связана с нами. Ну, вообще, лаехоз – это держать, правильно? И отсюда слово ахуза, ахуза, то, что по-русски называется усадьба. Ахуза – это усадьба, а лаехоз – это держать. Но в данном случае ахуза – это которая держала нас. А это не владение? Это не владение? И владение тоже, и владение, правильно. Ахуза – это, насколько я понимаю, когда говорится ахуза – это какой-то земельный участок, который рядом с домом. Ну, то, что по-русски называется усадьба, так называлось, я не знаю, да? Но ты говоришь правильно. Дальше. И ищем, да? Не-не, почему? Потребовались. И потребовалось. И потребовалось семь недель очищения. Замечательно. Кемо шива неким, ше суферет хаиш. Ну, только не ниша, аиша. А, хаиша, кедэй лейтагор. 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 Это не фаль, спасибо. Лейтагор, лебала. Лебала. Да, подобно тому, как. И подобно тому, как семь чистых. Семь чистых. Известно, что женщина после Макзора, у нее есть семь дней, когда она, как бы, недоступна мужу, она, как бы, очищается. Семь, грубо говоря, грязных дней. Поэтому здесь написано, кмоши, ванны, киим, кмошь семь чистых. То есть, после семь грязных должно быть еще семь чистых дней. Это, как бы, процесс этаура, процесс ритуального очищения, скажем так. Ше суферет хаиш. Который считает женщина. Который считает женщина, когда очищается. Нет, в данном случае для того, чтобы. Для того, чтобы. Для того, чтобы очиститься. Вот, замечательно. Очиститься, это очень правильно. Потому что здесь это пассив для того, чтобы очиститься. Очиститься для мужа. Окей. Замечательно. Еще одну фразу можно? Ага. Им Исраэль. Ам Исраэль. Ам Исраэль. Ам Исраэль. Хая царих. Лавор. Тахлих. Правильно. Замечательно. Алих тикун. Тикун. Анефеш. Да. Кедэй лихьот. Рауи. Правильно. Лешаму. Не, не, просто лишмо. Лешмо. Эт. Двара Шэм. Замечательно. Ну и подобно этому, значит, народ Израиля. Народ Израиля нуждался. Правильно. И тоже он был. Или нуждался. Перейти. Пройти. 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 Тахлих. Процесс. Нужно бы пройти процесс. Процесс чего? Процесс исправления души. Правильно. Исправление души. Для того, чтобы быть Рауи. Для того, чтобы быть Рауи. Видящим? Не, не. Рауи, в данном случае, Рауи, человек Рауи подходящим. Для того, чтобы быть подходящим. Рауи это подходящим. Это ты правильно говоришь от слова смотреть, видеть. Но Рауи это подходящий. И это в любом случае говорится у Рауи лотовки. То есть он подходит для этой должности. Рауи это подходящий. Но это не говорят про предметы, например, не знаю, ручка подходит к двери, не говорят, что это ядит, рау, ял и дэля. Потому что рауй это подходящий, по-русски подходящий, это может быть физически подходящий, то есть этот гвоздь подходит, я не знаю, к этому бревну, а рауй здесь это именно в смысле как бы характеристики моральных, душевных и так дальше. Или там умственных, например, но не физически. У рауй льет и так дальше. Вот Ам-Исраэль, похоже, поэтому Ам-Исраэль должен был пройти процесс текуна нефеш, ну как бы духовного исправления, где льет рауй для того, чтобы быть, как я сказал, подходящим, правильно, лишь муа. Чтобы слышать слова Ашем. Да, чтобы слышать или услышать, чтобы услышать слова Бога, где? На Синае, правильно? Да? Ну, Беар Синае, на Синае. Ну, как бы ничего, это дарование Тора на Синае, как бы это логика. Пока что нам как бы понятно, окей? Хорошо, перейдем. Тимофей можешь читать. Улам. Да, вот правильно, это однако. Улам, это как оваль, то же самое. Ну, немножко более литературно, я бы сказал, но это то же самое, как оваль. Улам, однако, в будущем придется обновить положение состояния. Нет, смотри, смотри, у нас было Атид-Лаво, это словосочетание, это просто в будущем. Это, грубо говоря, будущее, которое придет, но по-русски это просто в будущем. Опять же, на иврите тоже можно было сказать Улам-Ла-Атид. Ну, Ла-Атид-Лаво, это точно так же, как есть Овале, есть Улам, можно сказать просто Атид, а можно сказать Ла-Атид-Лаво. Это более красивое выражение, Улам-Ла-Атид-Лаво. Однако в будущем... Извини, Натана, это не используется, другой мир, как бы имеется в виду, когда восстановится мертвый, нет? Это тоже правильно, конечно, это есть оттенок будущего мира, приход Машех, и все правильно. Когда говорят Лаво придет, что значит придет? Ну, не сегодня, завтра, а придет. Действительно, это все связано с мессинянскими временами. Это совершенно правильное замечание. Улам-Ла-Атид-Лаво, Итхадэ-Шамацав, да. Подожди, здесь не имеют в виду вот эти времена Машеха? Здесь просто будут... Смотри, напрямую не сказано, Батья. Особенно, если ты... Сейчас, Тимофей, прости. Особенно, если я так думаю, в Рафшерке придерживаются концепции о том, что приход Машеха это не внезапно в город въезжает мессия на белом масле. А речь идет о мессианском процессе, который, например, начался с возрождения государства Израиля. Мы в нем живем. Поэтому еще могут быть, что это он не имеет в виду конкретные мессианские времена. А он не имеет в виду времена, в смысле растянутые времена. Окей? Давай, Тимофей, дальше. Итхадэ-Шамацав. Обновится положение... Да, правильно. ...думы Египта. Нечистота Египта. Да, шитумат Мицраим. Потому что нечистота Египта это не удел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Господь не держит нас. Не удерживается нами. Не удерживается нами. То есть, грубо говоря, Блатит Лаво, будет Мацав. Итхадэ-Шамацав. Ну, вот Итхадэ-Шамацав, интересно, значит, Итхадэ-Ш. Итхадэ-Ш, значит, он обновится. То есть, он был когда-то. Ну, когда? При выходе из Египта, скажем, на ночь. Наверное, до выхода из Египта. До, слегка, до Египта. Не было... К евреям не... Ну, грубо говоря, не прицеплялась вот эта тумат Мицраим. А после того, как были в Мицраим, то вот эту тумат Мицраим надо было ждать 7 недель для того, чтобы от нее как бы очиститься. А в будущем, в будущем, да, вот это Ла-Тит Лаво, снова восстановится ситуация, когда вот эта вот нечистота, ну, не ритуальная нечистота египетская, она, ну, как бы не будет связывать нас. То есть, у евреев не будет вот этой тумат Мицраим. Дальше. Лахен. Лахен. Атура. Да. Атура. Мафия. Мия. Мия. Симмо. Шихак. Геуля. Сукот. Сукот, да. Ну, понятно. Ну, как бы, и пилибристика, понятно. Дальше. Лахен. Поэтому праздник Торы, Тишей. Ну, как бы, Тишрейный праздник Торы, то есть праздник Торы, месяцы Тишей, либо праздник Торы осенних празднований, ну, так, который, понятно, что речь идет о чем? О, Симха Тора. Ну, да, Симха Тора. Что с ним? Появляется сразу по окончанию праздника освобождения. Ну, появится, появится. Ну, как бы, настоящее, но со смыслом будущего. Появится сразу? По окончанию праздника освобождения. Это Сукот. Ну, как бы, следите за тем, правильно ли я понимаю. Добавляется ли, говорится ли, если что-то не так. По-моему, как бы, логика понятна. Но надо было объяснить, почему Симха Тора на восьмой день, а не на пятьдесятый, правильно? Потому что такая, как бы, логика. Ну, как бы, объясняется, что, почему Симха Тора, не надо ждать, почему между Сукот, между Песах и Мшмот надо было ждать, потому что Тумат Мицраем Ахузабану. А почему не надо здесь? Ну, а потому что в будущем-будущем это Тумат Мицраем Ло Ахузабану. Она не будет, как бы, нас, не будет у нас Тумат Мицраем. Не надо будет ждать. И поэтому Симха Тора появится сразу. То есть сразу после седьмого дня Суккота. Ну, смотрите, мивне, строение праздника Суккота и Песаха похоже, правильно? Потому что это два уникальных дня, два уникальных праздника, у которых есть первый день праздника и седьмой день праздника, а между ними не есть поля Моя. Ну, тогда Раф объясняет, почему продолжение праздника, продолжение праздника Песаха – это Симха Тора, а продолжение праздника Суккот – это Шмени, это, если как, продолжение праздника Песах – это Шивот, а продолжение праздника или окончание праздника Суккот – это Симха Тора, почему они по времени не симметричны, они по-другому. Там 7 недель, а здесь на следующий день. Непонятно. Ну, вот он так это объясняет. Окей? Дальше. Выходыш. Выходыш. Да. Летные. Хак. Гюля. Да. Ешно. Йома. Кипурин. Да. Значит, вместе с Тишей, перед праздником освобождения, есть у нас Йома Кипурин. Йома Кипурин. Правильно. Вот Ешно. Йошно – это тоже, это некоторая более красивая форма. Можно сказать просто Еш. Есть. Да. Или находится как угодно. Йошно – это есть он. Ну, по-русски так вообще невозможно сказать есть он. Это как бы не говорится. Но на иврите тоже это некоторая красивая форма. Йошно. И, соответственно, вот это вот тоже. Но. Ваф – это потому что Йом Кипуру. А если это говорится про другие рода, так будет по-другому. Йошнам – это они есть. Йошна – это она есть. Ну, и так дальше. Есть Йошно, потому что Йом Кипур как бы «у» – это захат. Дальше. Би Йом Зе. Би Йом Зе – оно масалькин. Замечательно. Это ра, мин ау лам, раз, миш тэкэф, лам, а тиди. Замечательно. В этот день мы ликвидируем. Ну, ликвидируем, удаляем. Смотри, Элик. Вот ты сказал ликвидируем, тогда, по-видимому, должен быть левотель. Левотель – вот это действительно ликвидация. Правильно? А мысалкин, мысалкин – это странным образом слово, которое «селек», «свекла». Почему «свекла» связана с устранением, я не знаю. Но мы уже про это говорили. «Селек» – это один из тех симоним, которые едят в эру фрошана. И говорят, что устранились наши враги. Правильно? Но вот мысалкин – это типа «изгонять». Понимаешь? То есть не просто ликвидировать. Ну, я не знаю, не ликвидировать, а типа «изгонять». По-русски тоже «ликвидировать, изгонять» несколько разный смысл. Вот мысалкин – это как бы «изгоняют» кого? Да, правильно. Да, изгоняют. Ну, зло, да? Зло из мира. И что происходит? Приближается мир в будущее. Нет, Миш, посмотри. Что такое «шаков»? «Шаков» – это прозрачный, правильно? Как наибриде будет слайд? Шекер. «Миштакер» – это как бы просвечивается, в скобках скажу, очень такое выражение, которое стало просто одним из ключевых выражений в политической дискуссии. Ну, может быть, не в этот раз, потому что сейчас самое главное – это война. Но вот до этого это дало. Есть такое выражение, но я сначала не понимал смысла, потом я думаю, что я его понял. Называется «из шаков». Это имеется в виду человек прозрачный, но прозрачный, значит, его не считают, то есть его не берут в расчет. Грубо говоря, его не считают за какую-то ценность, поэтому говорили про какие-то слои населения, но первое время ШАС там утверждал, что она «шкуфим». Что значит «шкуфим»? Это не в том смысле, что мы прозрачные, что нас видно, а в том смысле, что мы как бы несуществующие, они нас за людей не считают. Ну, это я в скупах скажу, но вот здесь, когда идея такая, что мы с Алким, это Ромин Аулам, изгоняют или удаляют зло из мира, и тогда Мишта Кэп Улам Атид, и тогда начинает как бы просвечиваться будущий мир. Окей, дальше. Ну да, вот теперь объясняется, почему не надо ждать всем живот. И тогда просвечивается будущий мир, или обнажается будущий мир, да? И он какой? Мушлам? Завершенный. Совершенный, правильно, завершенный, совершенный, да? Шебо. Шебо эйн сатан, эйн есарара. Нет сатана и нет... Да, нет сатана и нет как бы злого, злого побудия сара. И что дальше? И тогда, тогда, Тахли, что можно делать? В Ифшарме я тесну. Можно сразу праздновать. Ра-Симха-Тора в ее мушке. Ну да, то есть как бы объяснивало такое, что не надо ждать семь недель, потому что, в отличие от праздника Песах, где дни более-менее одинаковые. Здесь есть как бы разница. Почему? Потому что Суккоту предшествовало емкий порт. От емки порта нашло вот очищение. А если росло очищение, окей, тогда не надо ждать семь недель. Ну, по-моему, как бы логика так. Окей? Переходим к Ане, хорошо? Да. Ань, давай. Так, да. Так, да, я здесь. Вот красная точка. Дворим Эля. Так, дворим Эля. Мы фуршим Батурацма. Да, мы фуршим, да. Мы фуршим. Батурацма. Мы берешит, так, 33, 16, 17. Вы ешев баем Агу, Эсав, Ледарко, Саира. Правильно. Не шлах, а Саир, Лезазель. Во как. Абьяков, Наса, Суката, Суката. Значит так, эти слова объясняются, поясняются в самой Торе. Правильно. Берешит, 33, 16, 17. Правильно. И как бы возвратился в этот день, Исааф, ну, своим путем в Саир, ну, к себе домой. Да, вот это вот Эй, это как мы говорили, да, это направление вектора. Значит, говорит, можно сказать, ани-у-ле-ле-ру-шалайм, либо ани-у-ле-ру-шалайма. Тогда не надо ламыть, а есть Эй в конце. Аня, подождите, вот здесь я хотел спросить, вот Эй, Яшаф, Эй, Яшаф вообще ла-шуф возвращаться. Тут должно называться Яшуф. А Яшаф это вообще другое. А гласовки стоят, стоят огласовки, переводы по смыслу текста, имеется в виду, что... Ну, по смыслу понятно. Ну, я как раз по смыслу, да, но здесь употребляется глагол вообще ла-шуф, а он означает совсем другое. Не-не-не-не, почему? Ну, Яшуф, это же возвращаться, это же как тшуфа возвращается. Нет, ла-шевит тогда, если это пальто, ла-шевит. Тогда сидеть и проживать, никак, ла-шуф буду вращаться. Ну, хорошо, но текстом не мы, это... Нет, ну, так я думал, надо наобъяснить, как... Подожди, вы между собой дискутируете. Как сказать человеку, что он вернулся обратно? У Яшуфа-Дарко. 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 В варе написано Яшуф. Что-что? Яшуф написано, вав там, после ше... Вав, подожди, это вав оборотный. Нет, это вав в начале, ла-шуф там. О, да, и он вернулся, он вернулся. Ну, так что, Яшуф, ну, я тебе еще обвиняю, что не Яшап. Яшап – это сидеть. Нет, я тебе еще... Подожди, Яшуф, Яшуф – это, как это называется, наречие. Или Яшуф – это поселение. Как сказать просто по-простому? Человек вернулся домой. Человек может сказать, казарте абайта, либо шапте абайта, вернулся домой. Ла-шуф – возвращаться, а ла-шевит – ла-шевит – это проживать. Да. Ну, а здесь-то... Здесь форма – это пааль, нет? Ют – это значит, что... Да, шав, шав. А пааль – тогда это ла-шевит, получается. Да нет, не ла-шевит. Ну, подожди, не ла-шевит. Ну, объясни, я не понимаю. Ну, объясни, как получается. Куда вам девался? Ээээ, подожди, я тебе хочу сказать так. Во-первых, я не специалист по грамматике. Здесь два разных слова. Одно слово «инфинитит» – ла-шевит, а другое – ла-шевит. Это два разных слова. Да. А не просто посмысленные – два разных слова. Не, ну, я это и говорю. Именно это и говорю. Ну, так правильно. Два разных слова. Но здесь... У них разные... Здесь написано совершенно... Здесь написано в правильной форме. Никаких загадок нет. Вояшев. В смысле, он вернулся. Но он вернулся Но это будущее Это же еще будущее Это будущее Я понимаю, но это будущее Я сказал, будущее Но у него будущее от глагола лошов Это яшу Посмотри в словаре Нет В написанном словаре яшу Дорогой, давай пройдем чуть-чуть подальше По-простому Если ты хочешь сказать человек Я вернулся домой Ты говоришь, шафте абайта Ты прав, но это прошедшее Шафте это процессы А будущее яшу Я не спорю Может быть, ты прав Значит, это специфическая форма В этой фразе Очень может быть Что это несколько отличается Архаическое Несколько отличается от того, как это говорит В современном элите Да, я с тобой согласен Нет проблем Но идея, она понятна Ваяшев, Байо, Мау Не, ну да Ну по смыслу понять, что он вернулся А мне как раз было непонятно Грамматически Я не могу тебе сто процентов Объяснить Правильное спросить У более умного человека Ну ладно тебе Прибеднято Ну хорошо Но я написал У меня нет сто процентов Ответа на этот вопрос Хорошо, дальше поехали Все, понял Действительно Я теперь понял твой вопрос Правильно было написать Ваяшу, Байо, Мау Правильно Ваяшев Немножко по-другому Да, согласен Окей Ань, читаем дальше Да Значит Возвратился В тот день Исаф Своим путем Саир Это типа Было отосланием Это являлось Отосланием Козла Козла Козазелю Как в Ёмкий Пой Посылают козла Бомба-то она Вот здесь Вот ты уперся в грамматику Это, наверное, правильно Но бомба-то она здесь Почему? Потому что Саир Это география А здесь Совершенно другое А здесь Саир Это тот самый Козел Которого сбрасывали Или баран Которого сбрасывали Сбрасывали Понимаешь? Вот И вот это Баран Нет, не баран Козел Конечно, козел Исаф То, он косматый был Ну да Косматый козел Все, как по-русски говорится Как это Как это Такая эквилибристика Понимаешь? А кроме того Еще Что еще написано? Ваяков Ваяков Наса Сукота А Яков Сукота Поехал Отправился В Сукот Во То есть Смотрите, что получается Как я понимаю Берется По Сук Про Исава И следующий За ним Про Якова Казалось бы Никакого отношения К празднику Сукот Это не имеет То есть Как бы По звучанию Походит Человек может Поднять бровь И сказать Да, вообще Как-то странно звучит Сукота Это что Просто С Сукотом Связано Да На какое-то место Которое называлось Сукота Там Я не знаю Шалаши Он отправился В месте Куда Шалаши А вот еще А тот Сыра А, ну место Которое называется Сыра Но он делает Такую Филибристику Ну это явно Ядраж Да И связывает Связывает Сыр с козлом А сукота Сукотом Тогда Понятно Что это связано С этими праздниками Так, дальше Хорошо Бейквод Бейквод Шелох Шелох Асаир Шельем Акипурим Эфшар Ленсо Весукот Ну как бы Следом за Отосланием Косла Вьем Кипур Возможно Стало Возможным Отправиться В Сукот В Шелох Ну да Сукот Типа Наверное Сукот Праздники Когда он Отправил Теперь Идя по Медрашу Когда был Отправен Сыр Лазазы О, тогда Яков мог Пообойти В Сукот Окей, дальше Вейвенло Байт Байт Да Уламикнеу Аса Сукот Алькен Карашем Амакум Сукот И построил Себе Дом А для Своего Скота Для своего Стада Сделал Шалаши Поэтому Назвал Имя Место Этому Сукот Ну да То есть Объяснение Чисто Бытовое Единственное Обратите Внимание Что здесь Не написано Скота От слова Скот Например Эдер Или Бэймот Или что Написано Микнеу От Какого Слова От Канэ Канэ Приобретение Для своего Имущества Ну Паскан Что здесь Имущество Это имеется Имущество Четвероногие Поэтому Для своего Четвероногого Имущества Он построил Сукот Шалаши Или там Навесы И поэтому Это место Назвалось Шалаши Или Навесы Вот так Ну Хром с праздником Это никак Не связано Но сейчас Будет дальше Та же Эквилибристика Яков Значит Яков Построил Себе Дом Поскольку У него Не было Нужды Вот в этом В этой Суке Ну да Мицат Ацмо Уквар Бемадригат Симхатора Сам Со своей Стороны Он уже Находился На уровне Симхаторы Где уже Не надо Жить Шалаши Понимаете Что-то все время Нужно в доме Поселиться в доме Ну да Все время Едет эквилибристика Правильно Какая С одной стороны Есть физические параметры По прямому смыслу Очень просто Человек себе Строит дом А для животных Он строит Как бы Навесы Ему нужен дом А животных Нужен навесы Правильно А с другой стороны Прыгают точно В область Как бы В область Духовную И говорят Ааа Понятно Он не должен был Построить себе Суккот Суккот Почему? Потому что Он уже был бы Се Эбэмадрыгаши Симхаттора Окей Дальше Вальмикнеу Коль Нишамот Отлует Отлует Бо Эдаих Не Адаин Просто Адаин Адаин Бамадрыга Зе Лахэн Гуцарих Сука Ока Однако Его Стадо Все души Которые Зависящие Связанные С ним Или зависящие От него Или в нем Связанные Или здесь Или в него То есть имеется в виду Все души Которые от него Должны В таком же уровне Поэтому Подожди Подожди Базное Коля Нишамот Отлует Бо Все души Как бы Завязанные В нем Зависимые От него Талуй Талуй Это висящие Висящие Но висящие На нем На нем Нет Я хочу тебе сказать Что вот это вот Слово Талуй 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 Это и повешенные Буквально А так и зависимые От кого-то Это И в современном Игрите тоже Талуй Талуй Это совершенно Однозначно Один зависит Один зависит Один зависит От другого Когда говорят Зе Талуй Базе Это зависит От этого Понятно Что никто Не подразумевает Что одно Висит на другом Окей Хотя это Слово Как бы Висеть Но вот Талуй 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 Вумет Это означает Что тоже Такое выражение Талуй Вумет Это все еще Одно зависит От другого Поэтому Это слово Здесь Они Не самостоятельные Они как бы Он для них Должен что-то Сделать Дальше А дай Еще раз О голосовке От Талуй Как нам сказать Талуй 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 А здесь Гат Талуй Да Ну да Потому что Это они Нашамот Например Тебя спрашивают Садит лану Рэп Шимон А та махар Табола шахрит А ты ему говоришь Талуй Что значит Талуй Он тебя спрашивает Ты завтра придешь На шахрит А ты говоришь Ну это зависит А дальше Ты начинаешь Объяснять Чего это зависит Ты проснешься Не проснешься И так дальше Окей Вот это слово Талуй Дальше Секунду А вот Гэ это не Которая здесь Означает Это Гэ Как прилагательное Не-не А не шамот От Талуй То есть Это прилагательное От Талуй Ну имеется в виду Да Это скорее всего Какое-то Существительное От глагольное Существительное Раз Артикль Значит Это не глагол Раз это артикль Это же понятно Нет Это понятно Это по-русски Это типа Не знаю Как называется Причастное 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 Да Зависящее от него Да Дальше Адай Лоба Мадрыга Поскольку Не находились Они эти души Видим Не на том же уровне Что и он сам Яков Ему понадобился Ему понадобился Сука Для них Для этих душ Ну да У царих сука В смысле У царих сука Бешвелам Он должен Суку для них Дальше Зеу Зеу Исот Амахлокет Бэйн Араби Будда Лэхахамин Араби Да Это Это В этом Основа Разногласий Между Раби Будда И мудрецами Ну да Им Асука Цриха Лэйот Дират Ирай Арай Арай О Дират Кэва Правильно Значит Вопрос Сука Это Должна быть Временным Либо Постоянным Жилищем Правильно Это основа Махлокета Между Раби Иудой И Хахамин Правильно Арай Объясните Арай Вот это Я Сулу Не нашел Арай Это Арамейское Слово Арай Арамейское А не Арай То есть Вот Антон Сейчас И пользуются Слово У нас Иврития Арай Вот это Есть Я думаю Что Во всяком Классе Это Нечистая Архай Смотри Я просто Не нашел Я не знаю Как его искать В современном Иврите Говорят Смани Смани Это Как бы Временное Но Вот это Арай Или Наверное Вы сказали Локева Но Арай Арай Тем не менее Слово Как употребляется Но Не То есть Это Не чистая Архаика Аня А как Ты его Нашла Я не Нашел Нигде Я же вам Сказала Есть Такое Слово Ирис Называется Там Все Но Там Есть Его Можно Скачать Либо В приложении Я купил У меня Арай Да Арай Мужской Род Случайность Редкая Редкая Случайная Временная Редкая Редкая Употребляемая Окей Считаем Дальше Да Именно так Значит Было разногласие Временное Или постоянное Жилище Правильно Здесь Алиф А там Айн Я что-то не понимаю Где правильно-то Да Действительно Тут Алиф Да Действительно Смотрите А да Я кстати говоря Мне тоже это бросилось В глаза Мне кажется А там Наоборот Там Алиф Айн Местами поменялись Да Тут Выше Там Алиф Мне кажется Что Я бы сказал Как это Визуально Правильнее второе Начинается с Алиф А кончается Айн Да вот я бы тоже Как-то немножко Это резануло Глаза Я в словаре Но это Скорее всего Может быть Опечатка Это Опечатка 100% Никакого смысла Нет Потому что Перестали Это Опечатка Значит так Значит Хохамима Мудрецы Сказали Что Сука Должна быть Жилищем Временным Правильно Китерем Кэгену Вемодригашель Кдушат Кэва Бытох Абайт Да Поскольку Перед тем Как мы достигли Близко Но не так Терем Потому что Мы еще не А мы еще не достигли Уровня Святости Постоянного Мы еще не достигли Уровня Постоянного Жилища Постоянного Жилища Внутри Дома Что-то такое Терем Как переводится Терем Терем До того как До того как Или прежде Или прежде И это слово Очень-очень Употребляемое И именно Как здесь написано Например Кто-то звонит И говорит Тагида Табабайт А ты говоришь Ло Терем Игати Но Терем Это будет Человек Который Как бы Владеет Ивритом Нормально Простой человек Скажем Од Ло Игати А нормальный Человек Продвинут Скажем Терем Игати Терем Получается Еще не Приехал Так что Да Да Еще не Окей Спасибо Дальше В Илу Так Значит Так Хорошо Я это Ага В Илу Раби Игуда Ломет Только не Иуда Все-таки Слегка Что я говорю Иуда Как-то режет Слов Иуда Иуда Ну хорошо Игуда Ну я не знаю Режет Слов Слегка Не знаю Кому режет Я же привыкла Раби Игуда Ломат А Галахот Сука Ми Бейта Мигдаш А Раби Иуда Как бы Выучил Галаху Галахот Суки Из Бейта Мигдаша Ну из храма Понятно Из храма Из храма Вой Галахи Шиу Сука А сука Айдиалит Что это Идеальная сука Правильно Нужна быть Мигдаш У Давка Дират Кева А храм Мигдаш Это Прямо Такие Именно 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 Конкретно Именно Хорошо Именно Вот давка Тоже Это слово Которое Очень Конкретно Именно Давка Это Зачастую В обычном Разговоре То Что По-русски Называется Нарочно Когда Ребенок Кому-то Делает Нарочно То Его Либо Спрашивают Аси Ты Специально Мне Это Делаешь Давка Это Очень Распространенное Слово Это Нормально Давка Он Мне Это Нарочно Сдел Вообще Говорят Не Случайно А Нарочно Дальше Подожди 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 Как будет Мебель Мешакет Правильно Ну да Махлакет Это Разногласия По сути Свои Отражает Разногласия Между Яковом Разногласия Разница Отличия Якова От его Стада Хорошо Вот вам Вот вам Вопрос На засыпку Как на иврите Будет бинокль Я знаю Мешкафаем Это очки Я знаю Бинокль Давай начнем Сачкова Замечательно Как будут очки Мешкафаем Как он Называет Я знаю Мешкафаем Мешкафаем Потому что их двое Как роглайм Парный А как будет Бинокль Как-то Без Без Мешкафаем 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 Это бинокль Она Сиудом Пишет Да И все это От слова Шакуф Прозрачный Но Мешкафаем Все правильно Отражает Хотя По-русски Это слово Отражает Но на иврите Это не слово Отражает На иврите Отражает Это другое Слово Мешкафаем В смысле Делает Прозрачным Делает Видимым Замечательно Ну хорошо Переходим Ты можешь читать Да конечно Слушаем Муадим Шель Шуба Замечательно Так Сукод Гу Ихат Мишлошед Гарагалим Шебегэ Монахну Мецавим Лаалот Лирэгель Вэллерот Эт Пнэшем Да Замечательно Ну значит Это Три Ну Праздника Муадим Это праздник Переводится Да Только Ну близко К тексту Сукод Гу Ихат Мишлошед Нет Подожди Вот я заголовок пытался А Слегка Три Три праздника Муад Это праздник Это хороший вопрос Мы тоже это разбирали У разных народов У них Много То есть у каждого народа Есть Так мне объясняли В свое время Есть синонимы На тему Самого важного Говорят Что у Чукчей Там предположим 30 названий снега Но я с юмором говорю Ну что-то типа этого Значит у юрреев тоже есть Очень много Синонимов На важные слова Вот Муадим Это важно Почему? Потому что есть Есть разные Ну вот у меня в голове Три хотя бы Каким образом Называется Что-то связанное Со временем У них у всех Разные смыслы Самое простое Слово Как на еврейском Будет слово Время Зман Зман Хотя В скобках Скажу Как на ветер Говорится Который час Маша Маша Правильно Не Маазман А Маша Человек говорит Маазман Это значит Он вчера Только в аэропорт Прилетел Из России Положен Да Окей Или из Украины Вот Спрашивают Маша Анекдот про девочку Которая приехала Из России Вот И жалуются Говорят Я не понимаю Все время Из окна Я слышу Все время Говорят Маша 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 Ну окей Это так Юмор Так вот Зман Да И дальше Потом есть Вот например Моэд Ооо Моэд Совсем другое дело Моэд Это не Как я понимаю От слова Эд Эд Это свидетель То есть Это некоторое Избранное время Которое Предназначено Для чего-то Как сказать Предназначено Как на ветер Будет предназначено Забыл Меюат 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 Опять от слова Эд И поэтому Моадим Это что-то Что меюат Вы что-то Это время Предназначено Для чего-то Ну по-простому Моадим Это вообще Говорят праздники Это одно название Праздников Они называются Моадим Окей Ну Наверное Свидетели Должны были Засвидетельствовать О начале месяца Да 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 Все Ты все правильно Говоришь Это все Все вот На эту тему Моадим Чаще всего Переводится Просто Праздники Когда Традиционное Приветствие Коля Амой Да Говорят Моадим Ла Симха Вот эти Моадим Ла Симха То есть Вот это Вот это Вот время Между Первым И седьмым Праздником Моадим Оно предназначено Регалим Праздники Восхождение То есть Три праздника Сухот Сухот Регель Регель Не просто праздники Да Дальше В которых Нам заповедно Подняться Ногами Да Ла Регель Понятно Что ногами Идея Это какая Что это Как бы Сделать Паломничество По-русски То есть Восхождение В храм Называется Отсюда Слово Паломничество Хотя Интересно Слово Нога Там не Присутствует Не знаю По идее Будем Правильно Перевести Что это С ногами Связано А здесь Ла Регель Ногами Называется Рогалим Окей Особенно Хорошо Что называется Шалош Рогалим Три ноги Быть не может Но тем не менее Праздник Называется Три ноги Окей Дальше Как Паломничество Я не понял Ла Лот Ла Регель Это Паломничество Да Как называют Паломников На элите Олим Ла Регель Или Ла Регель Это Паломники Которые Восходили В один из Этих Трех праздников В храм Дальше Ну вот Который Ла Лот Ла Регель Ну чтобы Видеть Лицо Всевышнего И предстать Правильно Все замечательно Дальше Амитсва Амитсва Хазо Хала Бепесах Правильно Батюот Бесукот Правильно И дальше Вот эта Заповедь Это Она Назначена Что ли Началась Назначена Выпала Как угодно А выпала Это вообще Происходит Ну происходит Да Выпала Выпала Значит происходит Наверное лучше происходит Нет Происходит В Песах Хала Хала В смысле Она происходит Происходит Когда В Песах Происходит Это Коре Но здесь Хала В смысле Это выпадает Как Наверите Сказать Произошло Изменение Вопрос Ну и Лосос А как Произошло Халь Я не успею записывать Халь Шенуй Это Произошло Изменение Хал Шену В Ну а Тороковод Произошли изменения Движения Поездов Например Поэтому Слово Халь Это Это Не совсем Кара Кара Это Произошло Макара Что случилось Ну по-русски Это близко Можно сказать Что они случаются Но слышишь Они выпадают Происходят Какие Три праздника Да Сейчас Да Песах Вот И Сукот Ну да Вот эти Что мы говорим Это они Дальше В Ешнам В Ешнам От Слушаем Моадим Шебегэм Эйн Митсва Лирот Эт Пны Ашем Рошана Зам Акипур В Шмоне Шмине Шмине Ацера В Значит Галу 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 Симхатура Замечательно Вот Галу Галу Я не понял А это А это Он и есть А это Такое слово Давай дойдем До него Найди Сначала Слушаем Есть еще Три Значит Ну вот Как ты сказал А есть еще Другие Три праздника Три времени Да Потому что В которых Мы Нету На заповеди Да Они не Рыгали Они не связаны С поломничеством Какие Это Рос Шана Йом Кипур И Шмине Ацерет А дальше Галу Шмине Ацерет Который И Есть Семхатура Я понимаю Который Ну как Как Это Ну как Разберись Что такое Галу Не знаю Как его Разобрать Алло Это Это Восклицание Ведь Он И Есть Он Алло Алло Ведь Ну скажем Ведь Ведь Он Семхатура Или Он И Есть Семхатура Не Ну По Смыслу Понятно Я просто Не знаю Какое Слово Это Галу Это Одно Сочетание Галу Да Да Это просто Есть Семхатура Дальше Дальше Послушать Моадим Галалу Есть Курбан Мусаф Ш Ш Ш Миколь Курбан Ш Ш Ш Миколь Курбан Мусаф Замечательно Это Трех Этих Вот Праздников Есть Дополнительный Ж Дополнительный Ж Соответственно Есть Муса Дополнительный Молитвы Сегодня Ш Ш Которая Отличается От всех Жертв Жертв Предношений От всех Дополнительных Жертв От всех Дополнительных Жертв Замечательно Дальше Бакурбан Мусаф Рагиль Мекар Мекар Обычный Пи Эль Пи Мекар 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 Макривим 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 Шны Парим Бэ И Лихат Бэя Лихат Правильно Бэя Ага Ну нет Приносит Жертв Двух Быков Пара По-русски Нельзя сказать Секунду Немножко Юмора Интересно Что по-русски Корова Да Если быт А от коровы Нельзя сказать Коров То есть Коров Это не Не мужское Не мужская Корова А на иврите Да Есть пара Это корова А пара Это быт Есть еще шор Не знаю Вопрос Есть ли разница Между шором и пар По-моему нету Но во всяком случае Вот видите Здесь написано Парень То есть Это быки А по-русски Нельзя сказать Корова Мужского рода Нацка и быт Чему не знаю Не доработано Дальше И кого еще приносит И я Лихат Югненок Баран 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 Точно Баран Баран Как Зеброш Шана В Песах Как Подожди Как Зеброш Ходыш Барош Шана Ходыш В новомесяч Ходыш Я быстро Не посмотрел Но и так Это Ну значит Рош Ходыш На Песах И Гамкан Башевот И так же Башевот И Сукот Но Башевот Меж пар Парим Меж штаны Ну только Сукот Количество быков Этих Разное Правильно А вам Барош Шана Только секунду Сейчас одну секунду Не могу Меж штаны В общем тебе Это наверное Слово известно Что такое Меж штаны Это математика Это меняющийся параметр Почему Сукот Каждый день Приносят Дополнительно Правильно Поэтому Это Меж штаны Разное Разное Количество Как математики Называется Параметр Который Меняется Переменная Молодец Вот это И есть переменная Меж штаны Это переменная Да Просто здесь Здесь не слово Переменная Высокот Меж штаны В смысле Что он Меняется Вот этот Таб Здесь ставят Служебный Но вообще Существительное Меж штаны Это вот как ты сказал Переменная Правильно Дальше Абаль 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 Барош Шана Бъем Акипур В Семхата Тура Гамуса Гу Парыхат Ейлихат Вашиват Квасим Сейчас Какая 27 Сейчас Вот она В Саирыхат Лехатат Ну а Значит Оброшь Если Потерял Сейчас Секунь Одна Абаль Абаль Это но Нет Одну Хорошо Одна А но Значит Вросшана Так Наверное Будем Ейлихат Квасим Не переводит И Семхата Тура Это вот Это дополнительный Муса Это Один Бык Один Баран И Семь Этих Овец Да Овец Этот Саир Как его Этот Козел Козел Да Козел И Один Козел Для Греко Очистительной Зертвой Замечательно Значит Мы видим Что есть Разница В том Сколько Приносят Дополнительные Жертвы Сейчас Будет Объясняться Как Это Объяснить Как Это Связать Дальше Атура Атсма Ромезет Лану Шлошет Гагим Галалу Шурим Зебезе Значит Сама Тура В общем Намекает Нам Что Вот эти Три Эти Праздника Они Связаны Друг С другом Да Вот Ромезет Очень Важное Слово Правильно Да Но это Все знают Вы Конечно Знаете Что Есть Слово Пардес Если Когда Говорят Про Объяснение Тора 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 Ну Как Бы Объясняться Трактоваться Тремя Путями Эти Три Пути Выражены Слове Пардес Одно Из них Связано С нашим Словом Что Такое Пардес Это Пшат Сколько там Пшат Ремез Драш Пшат Простой Ремез Намек Драш Это Символическое Вот Ромез Это Отсюда А теперь А теперь Я вам Говорю Последний Зайн Это Что Как Пшат Пшат Ремез Драш Еще Сот Есть Зайн Это Сот Там Сам Подожди Подожди Есть Говорят Вы Правильно Говорят Пардес Не будем Углубляться Но это Определяет Некоторую Самую Важную Существенную Категорию Стоящий Стрел Но Перенося Вас В действительность В действительность Настоящая Как Наиверитель Называется Светофор Ромзо Молодец Почему Ромзо Он тебе Намекает Намекает Какой Свет Переключается Такая Наверное Идея Лезер Бен Ют Наверное Он так Светофор Назвал И кто-то Назвал Ромзо Ну вот Это Интересно Переключ Перечень Темы Ну хорошо Дальше Главное Что Хагим Алало Сейчас Я потерял Сейчас Тема Вылет Красная Точка Вы должны А вот Ромзо Мы сказали Что он Намекает Вот эти Они связаны Друг другом Теперь То есть Ромзо Шана Ёлки-фур И Семхат-тура Они все Свят Дальше Семхат-тура Семхат-тура Всевышнего А дальше Тут я нашел Самая середина Самое важное Место Не думаю Я думаю Это Лифним Лифаним Это Ну дословно Спереди И сзади Ну грубо говоря Покасательный Или Ну в общем Не напрямую Мы не встречаемся Есть Смотри Вот эти Паним Паним Это лица Правильно Поэтому говорится Паним Эль Паним Или Паним Муль Паним Я с ним встретился Они не в гашке И то Паним Муль Паним Это что значит Я с ним Толкнулся Лицом к лицу Вот то что По-русски называется Да А вот есть Еще от этого Боли Есть Лифней Лифаним Лифней Лифней Это как бы Впереди А это как бы Сзади Окей Ну как бы Тут вся идея В том Что напрямую Не встречаются А встречаются По касательной Не знаю Ну подожди Это количество Жертв По видему Другое Значит Это очень важно Огласовки Если ты скажешь Липанай То это До меня Да До меня Если ты скажешь Лифней Если ты знаешь Есть такое выражение Лифней Мишурат один Если Мишурат один И Лифней Мишурат один Когда человек У человеку Говорят Ты должен Сделать То-то Либо тебе Вот например За какой-то там Человек Перешел На красный свет Да Ему полагается Полагается За это Штраф 50 шекелей Понимаешь Это наговорится Лифней Мишурат один То есть По закону По закону Ему полагается Стопы Но я ему даю Вот это вот Лифней Лифней Это В иврите Есть более Смысл Абстрактный Не так Как по-русски Лицом к лицу Я не знаю Как по-русски Обыграть слово Лицом Когда оно Приобретает Какой-то Абстрактный характер Здесь это так Но вот дальше Он пытается Это объяснить Но тоже символически Написано Бетох Сейчас Секунду Вот здесь я нашел Шлифны Это Перед До Впереди А еще есть Интересное Присутствие Кого-либо Оказывается Ну да Ну хорошо Бетох Гапаним Шляапаним Это тоже невозможно понять Среди лица Среди лица Которое внутри лица Ну вот как бы такая Ну то есть как бы Общая идея Что не встречаем С ним напрямую Паним Мульпаним Когда Когда эти Ракалим Тогда встречались Паним Мульпаним Встречались Просто Как бы Не знаю Ощущали Божественное присутствие А здесь это не так Здесь это что-то Находяще Внутри чего Окей Дальше Я на стол Паним Эль Паним Это вот лицом к лицу А здесь стоит шель Не очень понятно Я не думаю Что это Это не выражение Паним Шель Паним Это некоторая попытка Символического объяснения Нет такого выражения Паним Шель Паним Я не слышал Альцумуль Паним А что вообще Это быток Первый быток Как бы Внутри что-то такое Быток Скрытое что-то Прочти следующую фразу Будет более понятно Изэ мивгаш амок Йотер Киилу Емэйтшува Не только не Киилу Киэлу Киэлу Я тоже не понимаю Поскольку это Ничего не понимаю И здесь Это встреча Более глубокая Какая-то встреча Как будто Что-ли Нет Поскольку 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 Это Поскольку Это Ничего Поскольку Эл Это Эл 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 И киэлу Емэйтшува Поскольку Это Емэйтшува Поскольку Это Ничего Смотри Мы сейчас Не будем Как бы В эту философию Я не думаю Что мы Я даже И эти могу Перевести Вот эти Начиная Эл Лифны Липаним Оставь Оставь Это никто Не может понять Ну это Никто Не может понять Это Общий Иврит Хотя Переведи Ну подожди Иврит Это игра Со словом Паним Есть Паним Муль Паним Это Случается При Роголин Паним Муль Паним Это Непосредственно Видит лицо Всевышнего Если так Можно сказать А в Три других Праздников Нету Прямой Прямой Встречи А это Встреча С чем-то Что находится На три чего-то Поэтому тут написано Паним Шерпаним Оставь Ну ладно Здесь же еще Быток написан Вначале Ну хорошо Он пытается Объяснить Некоторую символику Ты не можешь Переложить ее На арифметику Грамматики Здесь нет Здесь нет Грамматики Здесь некая Игра Со смыслами Тем более Конечно Если мы пытаемся Сейчас на русский Делать точное сопоставление Того что иноюрит Является Некоторой игрой Слов Мы понимаем Как бы Общий смысл О чем речь Ну я не Оставьте его Вот это вот интересно Следующая фраза Ну ладно Почему если это Ямэйт шува То это Ямэйт шува Не понял Не знаю Наверное Потому что Ямэйт шува Шува Это некоторое Сложное движение Поломничество Это прямое движение Идешь ногами Кверх Поднимаешься Какой шува Это ты находишься В каком-то времени Когда ты находясь Настоящим Можешь вернуться В прошлое Для того Чтобы что-то получить В будущем И вот это вот Хождение туда-сюда Туда-сюда Это как раз Наверное и есть И делая такое Сложное движение Туда-сюда Вперед Ты каким-то образом Встречаешь Кнеяшем Но вот Не прямым способом А вот таким Покасательным Вот такое Мое объяснение Я думаю Что это смысл Я думаю Что это смысл Того что пишет Рапшер Мне так кажется Ну давайте Может быть Соберемся силами И прочтем Вот здесь Сколько-то еще нет Ну как скажешь Да Народ молчит Раслан Можешь еще прочитать Да Регалим Емей Симха Да Эти привычные праздники Они Дни Празднования Смотри Ты правильно перевел Ты правильно перевел Хотя здесь Здесь Это просто Формальное Название Ты правильно сказал Что регалим Это С одной стороны Это От слова Нога Восхождение Да С другой стороны Действительно Рогиль Рогиль Это обычный Значит Можно Пытаться Как-то понять Почему Слово Обычное Связано С паломничеством Не знаю Наверное Потому что Обычно Принято было Ходить Не знаю Но это Более сложно Но здесь Это просто Название праздников Просто Три праздника Называются Словом Рогалим Вместо Того Чтобы Перечислять Сухот Песох Шивот Просто Говорят Одним словом Рогалим Поэтому Здесь Рогалим Это имеется Ввиду Три праздника Мы можем Просто По-русски Переводить Рогалим Рогалим Это Дни Радости Да Правильно Радости Со Всевышним Да Правильно Замечательно Вот по-моему Это близко К тому Как я понял Как это перевести Но В три дня Чувы Да Привычно Да Это как Нет А лало Это эти В эти Три дня Дня Чувы Это возвращение Это возвращение Он возвращается К источнику жизни То есть Грубо говоря Рогалим Это более простая Вещь С точки зрения Но я не знаю Философии Переживания Это просто Радость Встречи С Всевышним А вот Шлошет я мэйчува Шлошет я мэйчува Да Вот тут Как бы Гораздо Сложнее Почему Потому что Тут некоторое Сложное движение Возвращение К источнику жизни Что после Боиточа Что стоит Замечательно А в Йом-Кипур Мы встречаемся Со святой Святым Ну да Это объясняется Я думаю Что это объяснение Что такое Маккор Хаим Маккор Хаим Почему Потому что Как бы Как это Не эпицентр А апогей Чувы Да То что я нашел Ватт Он больше подходит Там написано В самую середину Или в самое важное место Вот он тогда Входит в самое важное место Очень здорово лазит Может быть Мне показалось Что может быть Ты прав Не я Я никакого отношения К ним Я на то что Нашел Как что Скала Ирис Может быть Это Ирис сказал Слово Ирис Может быть Я тоже хотел сказать Что сама суть Вот это вот По переводу Как сама суть Она больше подходит Посмотрим Может быть Я не против Я не против Могу спросить Он входит в самую суть Да Если вы мне Если вы мне напомните Я задам этот вопрос Сразу же Напишите Где-нибудь Я напишу этот вопрос Раву Шерке Просто в письме Могу ему написать И либо при встрече Могу бы ему написать Это интересный вопрос Как это правильно понять Не связано Да Ты спроси у него Она тут в разных местах Получается По-разному То же самое переводит А что в том месте Первым Там никак Трудно перевести В самое важное место Ни к селу Ни городу А здесь как раз Прямо в том Послушай Мне трудно будет Раву Шерке Передать смысл Ни к селу Ни городу Но я тебе Блин Эдер гарантирую Если ты мне Где-нибудь напишешь Напишу Да Окей Я ему напишу Письмо С тем Что мы просим Это объяснить Не перевод А смысл на иврите Ну да Пусть на иврите Напишешь Чтобы ты нам перевел Да-да Аслан Читаем дальше А куда Где-то Бероша шана Нет-нет Там Бероша шана Бероша шана И то ким Бешофар Шель пара Ки Ки Зе Маскир Эт Хэт Хагаль Хаегель Правильно А в Роша шана Не трубится В шофар Да Шель пара Не трубится В шофар Ну как бы Коровий шофар Шофар Который сделан Из корови Это напоминает О грехе Золотого тельца Замечательно Дальше Категор Обвинитель Категор Насэ Наса Синя Синегор Синегор Это Ну адвокат Только я не знаю Как обвинителя Сказать Не адвокат А близко к этому Обвинитель Оправдыватель Ну отоправдыватель Ну вообще Синегор Это В современном Эврите Категоры Это типа Прокурора А Синегор Это типа Адвокат Окей Ну очень хорошо Ну так вот В Роша шана Нету Кимбы шофар Почему Это уже мы перевели Это перевели Да Клаль Что значит Клаль Общее правило Так называется Общее правило Что нет Категор Что обвинитель Не может быть Обвинитель Не может быть И Абвокатом Да То есть Обвинитель Это обвинитель А правило Оправдание То есть Нельзя использовать Одно и то же Для двух Взаимосмучающих вещей И здесь Есть ссылка Где это В Роша В Роша Дальше Лахен Подожди А я хочу уточнить Насэ Это вообще Слово ласо То есть Это делается Он не может превратиться Я не так понял Нет Делается Не может быть То есть Это не может быть А не то Что превращается Он не может превратиться Защитника Не так Превратиться Это же как бы Да-да-да Нет Но это близко По смыслу Не может превратиться Пожалуйста Дальше Замечательно Поэтому Поэтому Первосвященник Нихнас Что это было Нихнас входит Ну Нихнас просто входит 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 в святое святых Но не Не без Входит без Без золотых одежд Правильно Входит без Золотых Почему Шоэль Шоэль Ну почему Шоэль Шоэль Хатлам Хатлам Хаталму Вегарей Вегарей Да Вегарей 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 Таким Бешафар Бекодыш Гакодашим Эла Мегацер Гамикдаш Да И вопрос Нет подожди Шоэля Талмуд Спрашивает Талмуд И спрашивает Талмуд Смотри Это начало вопроса Вопрос должен как-то Задаваться Вопросительной форме Правильно Вегарей Поэтому по-русски По-видиму Ведь 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 Нет Трубления В шофар Эне Ну Это мы Нет Мы не трубим Мы не трубим В шофар В кодыш Кудашим Правильно Но Во дворе Храма Мегаша Можно я вас Остановлю Я вообще С вами где-то читал Что когда идет Форма Эне Эла То Эне Не убирается Эла Вместо Тогда у тебя получается Мы трубим Шофар В кодыш Кудашим Только Во дворе Правильно Правильно Убирается Энерно Ну да Он немножко Развернутое Предложение Можно конечно Срезюмировать Как ты сказал Это правильно Но это в данном случае Это не просто Повторение Некоторая более Правильная форма Можно было сказать Как ты сказал Просто мы не трубим И все Или мы Мы не трубим Мы трубим В 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 Ну вот Эта вот Форма Она такая Более Развернутая Правильно Ну хорошо Так и Какой ответ Эле Шеф Шеф Хея Вен Делас Кер Я тоже Не Ну это Смотри Это Это Арамит Сейчас будет Перевод На Иврит Эла Шеф Ивен Делезикарон Кате Кэллифмим Дами Ну что-то Сейчас будет Сказано То есть Направлял Или устремлялся К памяти Чего-то С чем-то Но сейчас будет Вот этот Вот Может Отсюда Здесь перевод На иврит Потому что Киван Это потому что Киван Шеф Шеф Ба Лешем Зикарон Правильно Лешем Зикарон Откият Откият Вот Правильно Вот Вся Как бы Вся Вот Эта Полу Фраза Потому что Потому что Шеф Шеф Вот это Ба Лешем Ба Лешем Дословно Пришел Для того Чтобы Он как бы Просто Мона Поставить Тире Сказать Потому что Шеф Для Он Для чего Для Для памяти Трубления Трубления В него Да Зикарон Ткият Да Гаткия Ги Кеилу Кеилу Лифней Улифанину Посмотри Вот опять Он обыгрывает Это слово Которое Сочетание Которое Вы поняли Лучше меня Я считал Что это Больше По касательной То есть Не по прямому Но вот здесь По хору Это действительно Больше тому Что Говорит Рэпшил А именно Лифней Лифаним Это по-видимому Они говорят Тот же самый Это не я говорю Это же слова Ирис Сказал Честь и хвалал Ирис По-видимому Лифней Лифаним Это наверное Действительно Какая-то Квинтэссенция А тут уже Трудно Так перевести Как ты здесь Переведешь Как будто В самом важном месте Непонятно Тут не переводится Тут опять Его название По-моему Это ближе Мне кажется Близко К тому Что я говорю Лифней Лифаним Что он Трубит Вперед и назад В смысле Что он Трубит Многообъем Не знаю Мне так кажется Но тут Какая идея Смотрите Спрашивается Почему Пията Шуфар Не происходит В конкретном Географическом месте Кодыш Кадашим Правильно Какой ответ Ответ такой Что он Трубит Лифней Лифаним Наверное Все-таки Здесь Мне кажется Мне так кажется Мне кажется Ответ такой Что Он не трубит В каком-то Конкретном месте Кодыш Кадашим Почему Потому что Он трубит Вперед и назад Трубит Трубит Как бы Многообъемное Стал Шалож Би Не знаю Я думаю Что мы не продвинемся Больше В понимании этого Надо спросить Нет Ты только Спросил Продолжительный Звук Он не изменяющийся Вроде бы Как я помню Или Ткия Это какой Нет Там есть разные Подожди Там есть Ткиот Они разные По длительности И разные По сочетаниям Обыгрывание Раумширки Вот этого выражения Лифней Лифаним Мы видим Что оно В этом абзаце Происходит Все время И нам Оно не 100% Понятно То есть Вопрос 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 Я бы сформулировал Лифней Лифаним Это сердцевина Либо-либо Это признак Многонаправленного Действия Вот я Я бы спросил Вот так Хорошо Ну давайте Такой А Ушел Тимофей Потому что Наверное Не ухудшилось время Ну хорошо По-видимому Аня Аня Ты можешь Закончить Да Окей Так МКН Ешлифней Лифаним Опять Ну вот Тут интересная Такая штука Обыгрывается Значит Поэтому Есть Вот эта Самая суть Но Лифней Лифаним Тут видимо Как вот Сама суть В понятии Места Кодыша Это Есть Самая суть Или Самый Самый Главный Аспект Во времени В Роша Шана Это Это самая суть в душе. Есть такое понятие, это вот место, как бы человек, место и время, или душа, место и время. Это во всяких там коммунистических делах это обыгрывается. То есть нужный человек в нужном месте, в нужное время. В емкий пор все это встречается в третий аспект, в одном. Вот. Басимхатур. Вот это вот. Мне кажется, где-то ответ это то, что жир там почетно-то. Вот мне кажется, где-то ответ. Это вот бомаком. Лифней и лифаним это два слова. Лифней это бомаком, а лифаним это банэфиш. Почему? Потому что лифней это географическое положение. Перед кодыш кодашим это лифней. А когда говорится лифним, это внутри. А внутри где? Банэфиш. Поэтому когда говорится лифней и лифаним, это означает, что перед чем-то и внутри чего-то. Мне кажется, так. А у тебя так же еще лифней и паним без манта. Туда не получится. Ну смотри, он же тут как бы выстраивает все. Нет, он что-то такое на то-то у него значение, с которым мы действительно... Я не понимаю. Ну, я могу тебя успокоить. Мне кажется, что здесь такая штука. Можно попросить объяснения. Ну, в принципе, это вещи, которые невозможно дважды, дважды, четыре. Мне кажется, он обычно... Нет, он сказал, что это выражение не значит. Не уверен. Он его очень... Десять раз он уже, ну там, пять точно встречал. Подожди, но ты видишь, что он здесь его раскладывает на три вещи. То есть это не может быть однозначно. У тебя написано лифней и лифаним, бэмаком, базман и бэнефиш. Понимаешь? Значит, ты хочешь сказать, что по-русски дать и это лифней и лифаним, то есть в сердцевине место, времени... Нет, я не сказал сердцевине, но он должен сказать. Я говорю, у нас не получается перевести согласно словарю Ирис, что, кстати, у меня очень часто... А, кстати, это Ирис. Ну, Бесада, послушай, ну Ирис это не... Она же не... Ну, я тебе говорю, но у нее есть какое значение, которое... Ну, я и не нашел. Послушай, Ирис, Ирис, она не словарь по Торе, и главное, не словарь по Торе, Раву Шерке. Она пишет так, как это принято в еврите. То есть я не против нее, но она не задается целью объяснить ту игру, которую здесь делает Рав Шерке. Давайте дочитаем до конца с тем, что правильно, наверное, действительно у него, у Рава Шерке это выяснить. Но вот здесь видно, что здесь есть жирно выделено три разных... Ну, я не знаю, именно не место, а три разные ситуации, где происходит лифнейл и фоним. Окей? Именно в эти три... Я нашел Шушан, тут у него лучше объясняется. Бхэла га пнемит бэйотэр, бэйгут пны как кодэшэк тушэм, в кипэр... Тут разные примеры его, оно очень много встречается. Иван Шушан, посмотри, у тебя на уникал, он есть в электронном виде. Да, вот он здесь встречается, да, тут по-другому объясняется. Никакой это не середина, то есть он по-другому все это объясняется. Вот, 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 а вы мне эту ирис все время. Ну, хорошо. Давай дальше. Давай дочитаем. Ань, мы можем дочитать Аля Тора. Так, хорошо. Так. Басимхатур Аля Тора, Неймар, Икара и Мепниним. Да. Ну, как бы, ну, дорогая, дорогая она, как это, дорогостояль. Я думаю, что она дороже Джамчужев. Дороже она... Это мы, это чем, я думаю? Дороже, чем... А, дороже она Джамчужев. Да, про Мепниним точно. Мы шли, книга нашли. Да. В Мримхазали. Так, это какая-то цитата. Это Мепниним, Микоэнгадоль, Шенихнас, Лифны, Валифаним. И дороже, чем вот это вот... А, ну, это еще одно обыгрывание. Опять на слово... Микоэнгадоль, который вот это Лифны и Лифаним. Ну, да. То есть... Это входит вот в эти самые усутили там. Мепниним, Минпниним. То есть, я имею в виду, Чемкоэнгадоль, который входит вот в Лифны и Лифаним. Опять вот это вот. Ну, да. То есть, Жемчужина, это как бы... Венец. Почему это как бы Венец самое самая крутое? Потому что это Лифны и Лифани. Поэтому это называется... Пниним. Окей. Что жемчужина? Что компетоним это Жемчужина или как? Да, Пниним это Жемчужина. Ну, Пнино. И женское имя Пнино. Пнино, да. Ну, вот Пнино это Жемчужина. А как отчитается Мема? Где Пнино? Пниним это Жемчужины. А первая Мем там? Как она считается? Нет. Нет, мем – это от или чем. А, это ми тогда что-то? Жемчужины пни ним. Ми пни ним – это разумка. Объясняет, почему больше, чем пни пни. Почему больше, чем жемчужины. Потому что ми коэнга дольше не класс лифнею лафаним. А если перевести так в присутствие, например, лифнею лафаним, то он не будет так близко к нему? Ну, смотри, это понятно, что это все присутствие. Но я тебе говорю, мне кажется, сложность вот этого обыгрывания показывает вот эти выделенные жирным три слова, которые как бы капитальные. Бемаком – это место, это кодышка даши. Зман – это рошана. И еще есть бенефиш – это симхатура. Понятно, что это какие-то сложные вещи, которые обыгрываются с этим, что это лифнею лафаним у мифни. Окей. И дальше. Ках. Дай последнюю фразу. И поэтому есть у нас три способа войти вот в это самое лифнею лафаним. Да, уфаним где-то способом правильно. В пространстве, во время и во времени. О, замечательно. Вместе. И в человеке, в душе. Ну да, то есть в скобках написано «Сефир и Ция». То есть мы вообще уже подошли к Кабале. Поэтому мы так и мучаемся. А, идем в «Сефир и Цера». Ну это вот от «Сефир и Цера». Ну да. Ну это вот фамилистический всякий текст. Там как раз говорится про эти… Я думаю, что мы где-то, я думаю, что мы где-то подошли к пониманию некоторого общего смысла. То, что его невозможно однозначно. Но я согласен с тем, что правильно было бы все-таки лучше понять, как на еврике употребляется это слово. Хотя, понятно, это игра. На еврите «лифне» – это перед. А «бифним» – это внутри. И это все связано с лицом. С лица у него как будто, во-первых, лица, да, не лицо на еврите парное. То есть у человека есть два лица. Это тоже интересно. Так «лифним» – это перед лицами. А «бифним» – это где-то внутри лица. Ну, как бы, не знаю. Поэтому отсюда и каббалистика, и «пятое десятое». Ну, то, что Равшерки приводят это, привязывает, если так можно сказать, к трем этим праздникам осенним. И еще плюс мы до этого обыгрывали три праздника, которые рогалим, и три праздника, которые не рогалим. Что в них общего, а что в них отдельно. По-моему, как бы, совершенно замечательный параграф. Ривен Шушан тебе так говорит, что «бахэла гапними бейутер». А в скобочке он говорит «зэ бейхут кинуй лекодыш кодыш кодышим». Вот что он типа. То есть это используется как кодыш кодышим, и это одно и то же. Да, да, да. Вот это да. Здесь так и было написано. Да, здесь так и было написано. Нет, вот тут написано, Ривен Шушан, что это часть, самая внутренняя часть, он пишет, чего-то. И, в частности, это используется как название кодыш-кодышим. Замечательно. Да, беседно. Я не против. Бифним – это внутрь. Вот он говорит, из троксата Йома, он выводит, в кипер – это мигдаш, кодыш, изэ, фне, валипаним. Еще бялик… Очень может быть, что это устойчиво. Очень может быть, очень может быть, что это еще некоторое устойчиво. Вот бялик, если ты переведешь, я вот не понимаю. Киилу шам мифнееву паним, бе хибйот узо в тишан бад малка. Это бялик. Ну, я, ну, подожди, так прямо еще не видя этой фразы, я сто процентов не могу. Ну, ладно, ладно. Напиши ее, и ты получишь объяснение хотя бы на юрии. Ну, хорошо, господа и дамы, мы можем на этом закончить, правильно? Да. Давайте на этом закончим. Очень интересная и сложная вещь. Если напишите мне, чтобы я спросил Рава Шерки, я блинэдер у него спрошу. Хорошо? Значит, еще раз напоминаю, три следующих наших занятия, а именно 3-го числа, 8-го числа и 10-го числа, я не смогу их, по-видимому, привести. То есть не по-видимому, а точно. Я, мне осталось записать третье занятие, я думаю, что это более-менее то, что вы успеете пройти самостоятельно. Хорошо? Я все это напишу в Телеграме, значит, соответственно, можете писать вопросы, и мы их обсудим, несмотря на разницу во времени, которая будет. Окей? Заканчиваем? Я тебе напослал по WhatsApp, как то, что Бялик сказал, а ты, соответственно, вспомнишь, что это по ним тут написано. Лифнея или по ним, так что ты можешь спросить у Рави Шерки. Ну, хорошо, про Бялика не буду, а про это, это я спросил. Хорошо, мы на этом заканчиваем. Ну, если ты мне переведешь Бялика, или нам всем. Ну, послушай, Бялик, как он более умного просил перевести, это, слушай, это текст, и по-простому ты не можешь перевести. Это должно быть перевод, который, по-видимому, совершенно не подстротник, а отражает все те нюансы, которые он говорит, наверняка имея в виду кодыш Кадашим и так дальше. Окей? Ну, ладно. Хорошо. Заканчиваем на этом, да? Ну, да. Все, всем счастливо. С чего будет этот контакт? И потом нам это... Да, я, блин, Эдер, я, блин, Эдер, я думаю, даже сегодня, сегодня я опубликую линки на три записи, которые, по идее, это три занятия, которые вы будете... А, это которые ты что-то там начитал, да? Что такое три записи? Не что-то, а продолжение нашей статьи просто. А, ну, просто перевод или просто статью? Ну, подожди, значит, просто. То, чем мы занимаемся, только я там делаю, я читаю перевод. А, читайте перевод, я так и говорю, да. Читайте перевод. Хорошо? Да. Окей, ну, хорошо, тогда вам всем счастливо, пока. Давай. Счастливо тебе съездить, я с ней увидел. Спасибо, будем перейти с телеграммами. Счастливо, пока. Счастливо. Пока.